Каждый вторник в Центральной районной больнице Краснокамского района проводится видеоконференция. Во время общения со специалистами регионального Министерства здравоохранения в первую очередь каждый район рассказывает об эпидемиологической ситуации на своей территории. У нас в еженедельном режиме проводится оперативное совещание Министерства здравоохранения Республики Башистан. Это режим видеоконференции, где подключаемся все лечебные учреждения, и всегда мы бываем готовы к обратным связям. Обсуждаются вопросы оперативного характера, текущие моменты. Это касается сегодняшнего вопроса, это еженедельный вопрос в состоянии по гриппу, готовности учреждения, мониторинг заболеваемости, готовности учреждения, введение в ограничительных режимах учреждениях и во всех местах, работа населения, разница работы в случае заболевания. Этот вопрос, конечно, это не тот же вопрос. Кроме этого, обсуждаются вопросы, касается вопросов финансо-хозяйственной деятельности, оказания лечебных мероприятий, переход в учреждения новой системы оплаты труда, также информационные технологии, зависимость лекарственного обеспечения. Вот эти вопросы у нас обсуждались неделю, по этим оперативкам довольство поручения для выполнения, для исполнения. Информация идет в ежедневном режиме, количество заболевших детей, отсутствующих в учреждениях, на школьных и школьных учреждениях, совместно с Роспотребнадзором принимается решение о превышении порога заболеваемости. К сожалению, пока, конечно, мы этот вопрос стараемся держать на контроле. При обращении людей, сейчас буквально вот прозвучало в сервисном совещании, будет изменяться график работы учреждения. То есть, к этому моменту, связанно к этому моменту, люди, вот именно подозрением на заболевшие, значит, и температуру, или, значит, вызывает на дом, мы принимаем решение, значит, маршрутизация. Если человек, значит, выполняет режим, он привит, зависимое состояние, он может находиться дома, то есть на работу, значит, не может или школу не посещать. Если состояние, конечно, тяжелое, он берется, значит, на контроль, или госпитализация для лечения, в учетом того, что у нас где-то находиться по тяжественной состоянии. Поэтому люди температурящие, и подложенные симптомы мы берем, значит, на контроль, стараемся их отслеживать. Режим работы лечебного учреждения в связи с увеличением количества заболевших изменился. Теперь терапевты в поликлинике работают с 8 утра до 9 вечера, а в субботние дни с 9 утра до 8 вечера. Уровень заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями по району не превышает эпидемический порог. В основном среди обратившихся обращаются детское население, это школьники. Среди школьников на сегодняшний день не посещают 11,9%, из них по причине уровня 9,3% учеников. Положительных результатов гриппа на сегодняшний день не было, но при этом положительные результаты есть у нас в Республике Башкорстан, в связи с чем приняты ограничительные мероприятия в ЦРБ, введен карантин, все меры масочный режим, неспецифическая профилактика полностью соблюдается, то есть посещения больных отменены, отменены от нездоровых детей, вакцины профилактика и другие мероприятия. При подозрении на вирус гриппа в медицинских учреждениях забирают анализ крови и направляют в лабораторию Нефтекамска для проведения экспресс-методов и в город Уфоу в лабораторию вирусологических исследований. Все анализы для населения района проводятся на безвозмездной основе. На этой неделе в районе закрылись несколько образовательных учреждений. Министерством образования Республики Башкорстан, Роспотребнадзором, учреждениями здравоохранения, отделом образования Краснокамского района во все образовательные учреждения были направлены письма и памятки с указанием порядка действий в период подъема заболеваемости ОРВ и гриппа. Проводятся профилактические мероприятия, предусматривающие обязательное обеспечение дезинфекцией дезинфекцирующими средствами, разрешенными к применению. Проветривание помещений, работа по выявлению заболеваний, заболевших в школах, в детских садах ведется работниками ФАПов и медицинскими работниками школ и детских садов. На 3 февраля текущего года в Краснокамском районе приостановлена деятельность трех общевыразовательных учреждений, так как в них преимущеен порог заболеваемости ОРВ и гриппом 20%. Средняя школа села Никола-Березовка, основная школа деревни Раздолье и начальная школа деревни Ново-Урозаево. Для предупреждения болезни медицинские работники советуют активно заниматься профилактикой гриппа и простуды. А если жители почувствуют недомогание, им необходимо обратиться к специалистам для выявления причины и лечения болезней.